сегодня 24 декабря утро все уже мы завтрак закончился ребята сейчас пойдут уже на работу вот никита работает с володи у дубунова там а в понедельник ты понедельник то куда идешь неизвестно еще а что неизвестно говорю ну как неизвестно организация это известно ну да на счету делаете да вот еще такое табличку делаем как назвать табличку а кто написал это хорошо это надежда васильевна сделала разными шрифтами всем и куда ты вы их так много и вот она уже на двери есть табличка о на двери надо посмотреть ну да и какие надписи это при выходе отсюда вот у православных как живут говорит они затворники или как подземной пензенские но затворники вот володя ты еще владе делаешь на заклеиваю скотчем а почему у нее это есть живо в городе организация ламинирует почему не пойти туда не сделать так не интересно потому что вы проскорил вас это раз два три 4 5 6 7 8 8 надписи там почем они по 40 20 рублей 40 40 40 40 это 320 рублей это тебе день надо работать а вы а скотч сколько стоит катушка не знаю мунисон не 420 нет вот и видишь а тем более то все сами сделали отдых у вас больше 8 под этим тут еще еще один лежит одна запись вот эти затворники что они делают а это вчера банку с медом привез отец павел вот это ваня у него сын занимается из камня на обе ирма вермоленко и привет зверя рыбины но рыбин вот я показываю термос вот такой он тут раз 40 50 сантиметров но маленько побольше и он зимой их ловит как он ловит их я не знаю там руки отмерзнуть эти как у нас вот я когда ребята уйдут я за водой ходил ему приносил два ведра на стол ставила стол то вот он какой и тут обедать но мне сделали выговор что вода то стоит а нам тут места не хватает ну меня освободили от этого теперь приносит одно ведро суда ну а другое вот у нас фляга дрова подготовлена вот какое у нас утро идет сегодня насыщенная составили ролик двенадцатый уже утренние вопросы дела какие я не знаю который сейчас на моими роликами занимается сергеев фамилию как-то не уловил и пусть он бы сказал и он рассматривает наши ролики как я его хотел предупредить если непонятно из этого ролика может узнает что наши их улетели не другие они сразу его высчитают я его не знаю это даже фамилии откуда и где живет они не разбираются если положительное слово сказано в наш адрес они прямо умирают там это смотри приклеил татарь вот сейчас надпись смотри аккуратненько чтобы надпись не испортил лишь только никита аккуратненько только не попортить вот только начал делать это можно было обдумать что у тебя там она приклеится все подожди вторая будет неправда понял какая причина тогда отойди оттуда больше не на не надо уже испортил подожди отдай ему ты сначала пройди у него инструкцию потом берешь иначе сразу два экземпляра портишь посмотри посмотри как он аккуратно делает с двух сторон от непогоды вот везде во дворе у нас это будет вести приходит и при выходе из храма и на на занятиях в трапезной мы этапами прибьем и в коридоре где люди заходят чтобы не было ни для кого неожиданности хотя у нас таких кто протестует нету кто был против они все ушли интересное дело мы как-то голосовали что вот у нас мы добивались разрешение от синода русской православной церкви за границей чтобы все библейская на у нас на богослужение считать на русском языке библейская только библейская топоремии апостольские чтения евангелия но официального документа не дали но и не стали препятствовать на три года было нам запрещено говорить епископы в тихий но 13 или 23 мая какого-то года три года кончился мы стали но если это поется библейская там стихи и 102 псалом тогда по церковнославянски то есть мы щадящим методом прошли они говорили о только руку палец да и руку откусят ничего не откусили а сегодня мы видим и патриарх и все говорят что богослужение это непонятно это феофан затворник много говорил рано сегодня-завтра но когда-то надо приступать к этому и у нас она больше половины службы идет на русском языке наста но вообще-то идет на стерковнославянске только как какой треск идет вот так я начинаю снизу все нюансы рассказывал он будет помощником хорошим никита а он сходу то взялся и сразу заклеил одно с другим ну вот так интересно у нас утром кошек выносим на чердак полота никита поправь надпись вон там что-то надпись там скособощилась и от кошки как видят то что мы из-за стола выходим то есть одеваемся они во все стороны сразу самая умная выходит маленькая белая она сразу в подпол ширма там есть это закрывает от холода вот здесь вот и она сразу шмыгнула туда там ее не достать рыжая бегает ищет куда-то под кровать или запоганное ведро спрячется под умывальником или на на третий этаж у меня везде нары вот сюда вот и только этот мужчина кот белый тот никуда на улицу подошел и знает бегать бесполезно я сегодня говорил вот три кошки молчат а если бы умели разговаривать они бы нам выдали сегодня мы степаниду и пахом тут разбирали это стихотворение знаменитые как они судили еву с адамом а сами поступили опрометчиво вот так эти как полезно дружить обязательно какое-то дело на приходит и люди которые неправильно судят то есть заранее настроен против это не христианское дело есть изречение и сидора пилосиота святой предвзятость не дает здравого мышления повторить предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум а злоба вообще отнимает разум истина так и вот и которые нападают на нас у них это как раз и есть предвзятость и злоба но в ответ сказали бы вы могли бы вот так за кем-то гоняется так ролики вы даже подумать страшно вот на коньяки то я не видно спаснимая видимо неудачу меня руки трясутся вот я сейчас ребятам рассказываю эти люди которые нападают почему главная причина что мы разные они не вмещают меня я их вмещаю всех пахнем еще но от барнаул я говорю тут была улица победная и сейчас застроили и видимо нет этой улице но одна из алтайских тут алтайска 5 6 9 10 алтайские алтайские были и там был заезжий двор куда заезжали наши шофер был это петрощенко павел один шофер такой был в деревне но он одновременно и был на старая там мотор какой-то там движок работал электричество давала перед тем как погасить он три раза мигнет отец скажет но запомирал то есть после этого еще минут 10 и погаснет вечером утром это электричество такой был столбы как ставили мазать нещем разжигали костер и столб около каждой ямки костер и обжигали обжигали чтобы обжжены микробы погибли она не то есть русский человек умный я там у нас стоят эти мосты таких видимо делали ямы или из глины я так предполагаю только и туда и звездку и там вымачивали бревна не кри азотом я не по сегодняшний день белые столбы стоят а им уже не меньше как лет там 80 а может и 100 и вот павел петрощенко этот видимо правило не очень знал то и в барнаул то приезжал и по таким закоулкам никогда его не оштрафовали но на проспект не заезжал только промелькнет где-то там и дальше его нигде нет но это машин то было меньше и вот у кого останавливались они были детей у них не было это отец мне рассказывал а я маленький болел желудком очень сильно болел и не знали что и повезли а в народе пошли говорить я с отцом пас и спал когда жарко было рот то раскрыл и в меня заползла горлянка змейка таких и змеи нету ничего нету и как ее выгнать это надо пойти в баню меня значит крепко парить а рядом чугун с воду это с молоком и она выползет и как в молоко пойдет и крышка рядом сковорода большая ее накрыть и она там утонет не жить но не никто этого не делал повезли в барнаул меня но самая еда какая ливерная колбаса ливерная то ее сейчас наши нету или может быть есть но она для нас была хорошая очень дешевая дешевая и вкусная я потом к ней вернусь и вот отец ушел и меня оставил а было в сумерках он меня не сводил в туалет ну я уже большой был второй или третий класс и я смотрел как там дорожка и потом маленький домик а у нас деревни то этого нету как дядь щукар то в пустые в подсолнухе там где корова там убрали свой туалет сбоку был сделан ямка там отдельно не закрывалась даже это доски а их нет ну и вот они ушли а я сижу туалета сходить я маленький думал я сейчас пойду и они меня увидят я уже глаза закрыл ужас какой они меня увидят и догадаются зачем я пошел но все же знают что без этого нельзя а вот такое было я до вечера ребенок сидел и ждал когда отец придет и у меня в потемках сводил мы разные а те люди которые на меня нападают они родились в городе но рядом у него в столовой кухне тут где-то может быть на кухне обедает и рядом через стенку туалет ну короче говоря все так в старых домах так и есть это стромота пойти даже в этот дом я не знаю как это ну люди там за столом или как-то или они услышат да мало ли что то есть мы разные для меня подумать что я за кем-то бы гонялся они бесстыдно хватает он в три раза моложе меня он хамит безобразничает дулевич какой-то хамьё хамы хамы это проклятые люди почему хам проклят хам со всегда младшего против старших ну сына против отца хам там над отцом насмеялся наготу раскрывает и это кому серковь не мать тому бог да на мне матери не могла патриархии не быть никогда никогда ты была до меня злобная мащиха она гнобила убивала буквально я веду занятие занятие регулярно высшем авиационном училище я уж не говорю 5 университетов это ни у кого не было здесь это определенно скажу ну и вот они это все пронюхали за мной гоняются и решили меня оттуда вышибить начали вот силовые структуры надо избрать человека он по ним будет бурди николай какой он имеет наши но он был бывший помощник прокурора пока попом стал они теперь идут генералу здесь договариваются и меня вышибать оттуда я много уже лет у них веду занятия оттуда часто диакон который с архиереем и он говорит подошел ко мне я один из этих курсантов то есть пришел человек другого могу показать где бы я не был обязательно обращенные люди андрей кураев это увидел эти ничего не видят они осклепленная злоба злоба отнимает разум и вот здесь они начали клепать то тоже понимаете был алексей 2 здесь заключили сделку с грачевым министром обороны только они но меня вызвали руководство и говорят извините игнатих ночного нам пришел указ такой чтобы здесь вел именно из патриархии а вы так зарубежной церкви относитесь ну я говорю пожалуйста но только я им говорю запомните они вести не будут без денег они обязательно потребует деньги это люди это они не верующие это бизнес религиозный да вы что я говорю точно а дело со мной ведет майор мазур николай павлович запомните я все называю своими именами а настоятель у нас войтович николай павлович а он руководит этой закулисной серый кардинал был мне один архиерей сказал был архиепископ омский кроха максим он горит таких вот таких влиятельных с властью только четыре примеры говорят этих человека которые ниже епископа и такую власть имеет больше чем любой митрополит то есть они предугадывают что властям нужны инициативу дают подавление разрушения закрытия храмов и вот они меня кажется вышибли оттуда но я дома проходит недели две мне звонок на тихонович приходите ведите занятия я говорю что ну как мы им сказали какие дни какие часы курсанты 470 человек молодые ребята они говорят а сколько будет положено за урок как за сколько ну они вот у нас лапкин ведет занятия уже там седьмой год допустим и ни копейки не взял ну лапкин как делает мы не можем так делать у нас организация у них иерархи они иерархи и иерархи у даниила у этого которые роза андреев роза мира там написано то вот там иерархия самое главное иерархии вниз когда по шарастром лететь придется и я вернулся обратно опять веду занятия и при том везде где бы я не вел занятия везде в школу они за мной гонятся я уже на другом конце города они не успевали посылать своих людей я одновременно до занятия в 13 школах пяти университетах четырех допустим техникумах в пяти отделах к этих пяти районных отделах милиции в городском отделе милиции краевом отделе там кгб там прокуратура во всех заводах фабриках предприятиях ну везде и они везде за мной гонялись и еще не могли сделать и тогда в печати начали пища печатать а кто такой игнатий лапкин он говорит что надо крещение но не всегда удается то другое то есть фальшь ложь непрерывная ложь поэтому у меня есть ролики у меня недавно открыто этот видеоканал я сам-то не разбираюсь и там уже более четырех тысяч наших роликов это больше чем не потому что я за количеством гонюсь а потому что ну сами уроки на меня идут вот сегодняшнее утро про кажется ничего пожалуйста мы начали говорить и вот мы показываем но теперь покажите в какой церкви этим занимается никто вот я начал там говорить и показал те не имели сына они взяли где наши заезжали но не деревенские поэтому то масло ставят колхоз через них привозил там торговали деньги то сами должны бы делать так что это менеджерство предпринимательства в колхозе было очень развито я не говорю отец не говорит а вот этот у них сын то инженером стало для нас слова инженер было что-то такое хорошее хорошее и недосягаемо высокая инженеры при том хороший отец так грамоты полкласса с матерью на двоих не имели я сегодня ребятам рассказывал как я разошелся во мнениях с моим отцом но я ему про это не сказал там у нас был председатель колхоза блатов иван андреевич и не знаю зачем меня послали к нему сказать что-то и когда я выходил у него с крыльца увидел на балке сидит голубка я вернулся к нему а уже большой был класс и на ра втором учился я ему сказал мне вот эта голубка нравится а голубей то больше нет и он ни слова не говоря и говорит вот стемняется когда ты приходи я тебе ее отдам но был ли голубь не знаю и для меня этот иван андреевич он конечно коммунист все для меня вот такой хороший был все он меня купил он зазомбировал меня а у отца другое мнение о нем было вот мне не разошлись какое он не был на фронте а отец мой подозрительно относился кто не защищал родину вот у меня три дяди матери на брата все артиллеристы все погибли отец без руки вернулся ну то есть урон огромный даже в нашем родстве а он не был отец готов был под бронью это слово бронь для меня нехороший оказывается там инженеры нужные люди или больной чем-то был под бронью я не я не знал что такое но что-то нехорошее такое на теста наш без руки у него как-то суковатся не знаю теперь могу ошибиться района и для отца это была большая шишка и там когда отмечали где-то то отцу зимой ходят за быками быков всем накормить напоить и вывести их вычистить одной рукой все одной рукой за одной коровью похоже а там бывает 4 или 7 помню бык моторик был быки здоровая вот это производители но и отцу дали премию сапоги а почему не ботинки ну она это рукой как зашнурует и поэтому дали сапоги узнали заранее размер спросили у кого-то и далее а потом когда этот председатель этот первый секретарь райкома партии это следующий раз отца встретил там и говорит ну и как сапоги он горит какие сапоги ну мы же вам премиальные выдали это из района сапоги отец говорит не знаю стал припоминать бадок этот блатов то председатель то не отдала сам носит отцу моему конечно было обидно он ходит чуть ли не в лаптях разодранное все не фронтовик председатель никуда он не ходит отец целыми днями жарится на поле инвалид отечественной войны и второй группы 10 ребятишек а вот только две дочери было и он снял сапоги с него считай и поэтому отца было мнение председателя не хорошее а у меня хорошее и вот это мнение отца но не могло победить мое сапоги меня не касались ну я знаю не хорошо но не более того премия то но я ребенок был я прошу не потому что я эгоист такой был ну ребенок я не скрываю этого видите как бывает а сегодня мы в деревне бываем и и там могила у меня память о нем хорошая почему учительница это старшая его дочь мария была он иван андреевич мария иван она она меня вытащила в школу я водился требятишками значит я отца акима вы выводил пеленки кормить родители на работе за ним идет и осев брат таким на 5 а этот на 7 лет моложе и половина павла а половина уже акиму досталось за ним водиться и меня даже окошечко эту шипочку стеколка там выставлялась выдвинуть ее ногами спущусь туда вниз денег наломаю подмести все надо пеленки туда сброшу вылезу и бегу на пруд постираю но считайте если он маленький а меня уже шестой год был это я большой был но я рано научился считать вот все это так интересно считать как брат то на 5 лет старше а на один класс дальше учится он работал уже где-то пошел в школу ну не не в 7 лет а в 11 лет и я лес он хочет чего-нибудь а я так через это вот с этой стороны вот так а у меня раз полбу там ручкой или чем не лезь а я узнаю какая-то буква и мать уйдет я уже псалтыр читала отцу читал районную газету 6 лет я пошел в школу но не нашел ее она была за магазином за магазином это другая территория уже считалось это но не наша каноническая территория и я не нашел а потом следующий день я ушел ребенка усыпил и пришел его учительница то дала кто какие буквы а я в это время когда нам другим поговорила вернулась а я уже шпарю там по картинкам то я на утром пришла на следующий день и стала меня просить а няньку теряет она горит ну отпустите его ну не а мне 6 лет был я раньше пошел в школу то и меня в школу отпустили а где букварь учительница одна была она бедно жила приезжая откуда ты мне сын был сын был моего роста такого же вот примерно и ей картошки два ведра кажется дали она букварь дала я его прочитал и он мне не нужен и я его выбросил а косить пошли в асокина шли мать это еще что я книжка то выброшен это она рядом прямо я и уже знаю уже газеты считал неправильно учительницы был сын и почему-то над ним смеялись городская вошь куда ползешь под кровать картошку воровать и я туда же как все учительница тогда выстроила нас которые обзывались он не рассказал как раз она я бедничал но и давай нас там это а еще я помню учительница мама свеклу красную давит сок остается я и носил отметки ставить ничего не было вообще ничего не было вот какое наше было детство те которые на меня нападают у них заранее знаю ничего этого не было вот это совестливости свободу совести у них не было им иерархия нужна если епископа нет помер я его не отрицаю ничего не значит есть он или нет я признаю патриарха а если исчезнут все исчезнут у папы причащусь у григоря на армян у нас широкий профиль христианство а ты те церкви если никакого нету никого нигде нету у старобрядцев не причастишься там не допустят потому что для них все еретики как для стерлига германа вот маленькая надпись из ничтожного говорит излечешь драгоценное полезное будешь как мои уста вот сейчас пойдем на улице но это уже мы на другой снимем как будут прибивать их сфотографируй мы всегда заканчиваем надписью иван святой библии вот так подойди-ка сюда потихоньку ты можешь включить этот прожектор туда включи-ка вот эти дикие голуби меня я эксперимент веду и дикие дикки ну то есть дикари которые они такие а здесь были голуби которые породистые болели вертнячкой они все погибают а тут я решил тогда поймал двоих таких и выпускал их у них свобода такая и вот он с ней женился оказалось он и она очень удачно поближе и она в гнезде сидит вон она сидит потихоньку он она сидит но на на чердаке это у меня где голую породистый один голубь есть дубоносый зову только одна один и один мужчина мне привез на машине и говорит на дороге подобрал сейчас как где-то фотографируется платят за это деньги а потом выпускает там бращущийся 300 рублей все и такой голубь прилетел тут у меня женился и среди зимы я не разрешаю за яйца потому что пропадут а им разрешил и от из под него яйцо одно я положил под нее а где второе ошибку допустил когда они сидят на гнезде это матери роженицы я им подсыпаю семечек вот они у меня семечки я взял подсыпал но было уже темно на их не склевала ночью мышки с пробрались а съели из под нее вниз видимо согнали и вытащили яйцо и съели яйцо но одно я вчера заложил вот сколько под нее сейчас не знаю вот она сидит я вчера выпустил его а выпустил зря она забеспокоилась сошла с гнезда она сидит на яйцах вот она видишь как вот какой интересный день воробьев тут около пол сотни у меня или сотня даже не сосчитай жуланы на улице была одна собака приехал сейчас уже 4 кормлю вот галя немцова заболела она приносила мясо и дальше голубей покормить но интернет тут старость на пенсии минуты свободной нету вчера отец павел был и он перешел к тихону пасечнику его максим здесь вышиб и он что в другая юрисдикция перешел и все куда перешел омский тихон архиепископ и вот апостола послали которого максим здесь дмитрий дмитриев был зашип отнял у него магнитофон крест не отлучил это сказать не не снятия сана небо счет вот он лишь распространяет какие святитель ян златоуст и написано откуда третий том первая книга страница такая то и он это отпечатал и распространяет и другой материал сделал вот этот вот он называется для сокрушения сердца вот посмотри какие ну которые не православные они скажут ну какой это уровень но такой есть мы немощные православные и она тот целую пачку тут имени оставил купил книги он всегда покупает бесплатная ему дал пол машины нагрузил ни одному не давал так много он пошел везде благовествует и когда там сказал тихону пасечник архиепископ тихон вот ну он двумя руками говорит благословляю на эти а там есть на на благовестие и он везде распространяет вот это красный четверо евангелия много оставил вот еще листик какой повесть афонского монаха видение во время панихиды это духовное наследие видимо так на правильно нет какой год там нету это не год не год ну вот такое дело и вот он еще что оставил во имя отца и сына три святое символ веры интересная в духа святого так где-то и в духа святого господа истинного это не старобрядцы но не поняли что это неразумно было то слово выкидывать она даже стоять символе веры бога истина бога истина духа святого истина откинули то никон сделал такое и вот он это все краткое содержание ну где благовествует все это раздает заповеди блаженство с пояснениями то есть люди работают здесь его убивали буквально захлёстывали он нашел там себя нас пугать не надо повторяем и патриархию никогда не пойдем по той причине что мы чужие для них и они не такие какие по евангелию должны быть и мы остаемся русская православная зарубежная церковь а епископа нет он там сказал это никакой роли не играет между мной и богом стоять никто не будет никто не отлучит от любви божией не скорбь не теснота не начала не власти мы признаем а когда не будет батюшки в любом храме мы причащаемся сейчас теперь уже они новое замышляют не допускать до причастия прямо сказали а что никто не отлучил то есть обезумели совершенно а где ну в храмах московской патриархии как все прихожане за нами ничего нет хорошее отношение со многими священниками а как вы будете женщины приходить по форме одетой до указания кто по форме приходит разузнавайте если с игнатьем лапкины знакома до причастия не допускать ну и что это они уже я планы и знаю у меня на это нет документов но именно так уже из разговора видно ну и что и какая там вера мы какие были такие будем такие остаемся хорошие отношения со всеми любовь на первом месте богу слава мне кажется них